Приветствую вас, когда я прочитал ваш текст, когда я прочитал, точнее даже не текст ваш, а просто заголовок, просто заголовок текста я прочитал. Страх публичных выступлений, вы сказали, что у вас страх публичных выступлений. Когда я прочитал заголовок, я подумал, что вы, знаете, такой публичный человек, и соответственно вы должны в силу своей деятельности заниматься какими-то публичными делами, выступлениями и так далее. Я думал изначально так, но когда я прочитал текст, я понял, что ситуация совсем другая и что в действительности вы, видимо, просто как-то вот боитесь, просто как-то боитесь вообще разговаривать с большим количеством людей. людей, и это, на мой взгляд, ну знаете как, не то чтобы прямо странно, не то чтобы это как-то ненормально, это более характеризует ваш личностный, на мой взгляд, окрас страх, то есть это не принятие себя, это низкая самооценка, как правильно вам сказали коллеги мои. это, значит, ну, возможно, какой-то такой, значит, драйвер, возможно, что я плохая, что я недостойна и так далее. То есть, на мой взгляд, все вытекает отсюда, из-за вот этих вот моментов, из вот этих вот аспектов. И, соответственно, начинать нужно со следующего. Значит, первое, как вы относитесь к себе? Ну, вообще, как вы к себе относитесь? Принимаете ли вы себя целиком и полностью, или вы себе что-то отрицаете? Значит, любите ли вы себя? Цените ли вы себя? Цените ли вы себя? Это очень важный момент. Если нет, то в чем, почему нет? Если да, то за что? Что? Как? Ну, как вы этим занимаетесь? То есть, как вы себя цените? Хвалите ли вы себя? Если да, опять же, то как? За что? Её самое главное за кого, и так далее. То есть, это вот такие довольно важные опять же моменты. Если мы говорим именно в конекте восприятия вас. Далее. Какую общую мысль вам дают родители? То есть что значит общая мысль? Общая мысль это, грубо говоря, какая я? Какая вы? Какое вы мнение о себе? Отдельным пунктом идет вопрос о том, как часто вы себя вините, на что вы себя вините, на что вы себя обвиняете, есть ли реально за что вам себя винить, ну и так далее. Значит, смотрите, вы говорите о том, что, значит, боялось выходить к тоске только потому, что будете в центре внимания. Это значит, что родители ваши считали или как-то намекали, что в центре внимания вы, ну вообще-то говоря, быть не должны. То есть вот у вас, вероятно, была и может быть даже остается какая-то вот такая модель поведения, такая какая-то модель отношения с другими людьми. и нужно, чтобы вы постарались найти причину этому. То есть, грубо говоря, кто и почему вам это внушил? Зачем вам это внушили? что вы не такая, что вы не должны быть такой, что вы, ну я не знаю, плохая, например, и так далее. Что вы недостойны, недостойны того, чтобы быть в том же центре внимания, например. Дальше. Следующий важный момент заключается в том, что вы как бы, значит, не принимаете свой образ, ну, который вот у вас есть образ. Соответственно, вам, естественно, что-то мешает это сделать. На мой взгляд, то, что вам может мешать это сделать, заключается в отсутствии, отсутствии образа самой себя. То есть, адекватного, четкого представления о том, кто я такая, что я себя представляю, какой я себе нравлюсь. Вы же понимаете, да, что, ну, не совсем нормально. Нормально. Не совсем нормально то, что вы боитесь, значит, выступ, ну, общаться с людьми. Вы же понимаете, что это, ну, не совсем нормально. Если это не совсем нормально, то, значит, это, ну, не нормально, это отклонение. Отклонение. Если это отклонение, значит, у этого отклонения есть причина. И я полагаю, что самым правильным будет эти причины постараться найти. То есть, вам постараться найти эти причины вместе с психологом. Увидеть, что это за причина. Что лишить в основе вот этого непринятия себя. И далее, конечно же, обязательно найти свою модель поведения, свой образ найти. Который вы, на мой взгляд, ну, к сожалению, потеряли. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно, чтобы вы, например, встать перед зеркалом, посмотрели на себя. Какая вы? Какой вы нравитесь себе по внешнему виду? Какой вы себе нравитесь? В каком виде, в каком образе вы представляетесь себе в наиболее выгодном свете? Представьте себе, ну или постарайтесь представить себе, что вы вышли на улицу. Да? Ну вот, что вы пошли на улицу. Представьте себе, что вы там, на улице. Представьте себе, что вы увидели большую группу людей. И вы увидели большую группу людей и вы посмотрели на себя в веркало и вы увидели, как изменилось, изменилось, изменилось. Ваше выражение лица в лица. Почему оно изменилось? Почему оно стало другим? Что заставило его измениться? Взяли, немножечко подкорректировали, ну вот, то, как вы выглядите, да, позу, останку и так далее. Я опять представил себе, что вы, ну, в кругу людей или там, где вам некомфортно. Представили, подкорректировали. Представили, подкорректировали. Обязательно нужно, чтобы вы нашли свой образ. То есть тот образ, который вам, ну, прям, вот, нравился бы. Чтобы вы прям чувствовали, что вот, это я. И знали, что вот, это я. Дальше. Если вы, если и когда, если и когда вы собираетесь что-то сказать, то в первую очередь нужно прокрутить это в сознание. То есть, что я хочу сказать? Почему я хочу это сказать? В сознании это нужно прокрутить обязательно. Ну вот, все в сознании, что вы хотите сказать, все это требуется предварительно проговорить. Проговорить про себя. И потом просто вы говорите, это и не важно кому. По-моему, даже перед зеркалом можно так делать. То есть в этом нет ничего плохого и страстного. Дальше. Вам нужно увидеть. Для себя. Постараться, постараться, по крайней мере увидеть. Что стоит за этим страхом? То есть вы говорите, я не могу быть в центре внимания. Да, возможно. Возможно, вы не можете быть в центре внимания. Я понимаю. Но почему? Вы же почему-то не можете быть в центре внимания. Значит, за этим что-то стоит. Я хочу, чтобы вы попробовали подумать, что именно за этим стоит. Какие элементы стоят за этим страхом? То есть чего вы опасаетесь? Ну, нужно определить причину страха. Что для вас такого страшного может произойти, если вы заговорите с большей группой людей? Чего вы пытаетесь избежать? Так. Сильно. Почему это так страшно? Чем обусловлен вред вот этого, ну, того, чего вы боитесь для вас? В этом направлении нужно двигаться. Вам. Конечно. Дальше. Дальше. Значит, быстрого результата ждать ли стоит. То есть тут нужно просто работать. Работать вам над собой. И я полагаю, что ситуация будет постепенно улучшаться. Ставаться будет постепенно улучшаться. Заметьте, что вы говорите, что я боюсь, и мне было общаться всегда с людьми тяжело. Общаться с людьми вам было тяжело, потому что либо вы не чувствовали себя в безопасности, либо вы не принимали себя. Не принимали и не принимаете себя. Вот. Значит, вот вы говорите, если много говорю, то шея краснеет, речь запинается, начинаю волноваться. Опять же, почему? Что за этим стоит? Что заставляет вас волноваться и так далее. Понимаете? Это тоже нужно выяснять. Но, как мне кажется, как мне кажется, вся причина именно в том, что вы себя не принимаете до конца, по крайней мере. В этом все дело. Вот. Как избавиться от этого страха? Ну, вот действовать в тех направлениях, которые я назвал. И настроиться на работу с психологом, потому что быстро эта проблема не решается. Обязательно проработка детско-родительских отношений. Обязательно. Потому что в них строится причина того, значит, того, что жизнь с вами происходит. И мои родители, вероятно, подсознательно внушили вам то, что вы не можете и не достойны быть в центре внимания. Почему? Конечно, следует разобраться. Проблема страхов – это не та проблема, к сожалению, которую можно решить ответом на вопрос. Потому что вы с этим страхом жили и вы привыкли так действовать. Кроме того, это может быть и механизм защиты от чего-то, то есть страх о чем-то вам сигнализирует, о чем-то, что стоит подкорректировать. И на это тоже нужно обратить внимание. Но это тоже нужно рассмотреть, потому что это важно. О чем сигнализирует страх? Чего он хочет? К чему он вас, грубо говоря, стимулирует и так далее? Это все важные моменты. Страх не нужно подавлять, не нужно побаривать. Его нужно раскрыть и увидеть, о чем именно он пытается вам сказать. Точнее, что именно через него пытается вам сказать ваше подсознание. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад вам помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!